В пятницу Россия нанесла по Украине новый массированный ракетный удар, второй за неделю. По данным Генштаба ВСУ, было выпущено 70 крылатых ракет и 4 управляемые авиационные ракеты. 60 сбили силы ПВО. В итоге снова проблемы с водой и электричеством сразу в нескольких регионах страны. В среду противник атаковал Киев и область иранскими шахедами. Украинские военные сбили 13 дронов. Окупанты применили все виды вооружения во время атаки в пятницу, заявили в воздушных силах. Это ракеты и различные типы наземного, воздушного и морского базирования. А за день до удара россияне применили иранские дроны, чтобы прощупать украинскую ПВО, считают военные. В результате атаки 16 декабря были повреждены энергообъекты на востоке и на юге Украины, а также в Киеве. На Бахмутском направлении самая горячая точка на фронте. Украинские военные отбили Курдюмовку и Азаряновку, которые российская армия заняла в начале декабря, утверждает Генштаб ВСУ. При этом пропагандистские каналы пишут, что украинцы пойдут в контрнаступление на Бахмутском участке, чтобы оттеснить россиян на 10-15 километров от линии фронта. А сам Бахмут находится под плотным огнем артиллерии. В СУ там ждут подкрепления. В Луганской области армия РФ предпринимает безуспешные попытки отвоевать потерянные позиции в районе Сватова. Тем временем ВСУ вернули контроль над котлеровкой в этом направлении, где, по данным Минобороны Великобритании, российские военные усиленно готовят оборонительные позиции. А ВСУ пытаются атаковать в направлении Софиевки, чтобы перекрыть поставки Сватового с севера. На Запорожском направлении по российским военным был нанесен удар в районе Токмака. Около 180 человек были ранены. В городе работают мобильные крематории. Токмак стал местом, где россияне несут большие потери, утверждает Генштаб ВСУ. Потребности в новой волне мобилизации в Украине для сбора еще сотен тысяч людей нет, заявил главком ВСУ Залужный и добавил. Чтобы выйти на рубежи 23 февраля, нужно еще 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц. А еще он заявил, Россия снова попробует наступать на Киев в феврале. Не исключено обострение и на южном направлении. Продвижение армии РФ за три месяца на Бахмутском направлении показал немецкий аналитик Дефэмона. Первая карта содержит позиции врага на 31 августа, а вторая — последние данные от 11 декабря. Пока российские войска отвоевывали 10 километров южнее Бахмута, ВСУ освободили где-то около 25 тысяч квадратных километров в Харьковской и Херсонской области, добавляет МОН. Украина освободила 54% территории, захваченной Россией с февраля, сообщили в Минобороны Британии. Сейчас РФ контролирует около 18% территории Украины, включая Донбасс и Крым. В оборонном ведомстве Британии считают, что Россия будет пытаться прорваться на Донбассе, но вряд ли что-то получится. В следующем пакете помощи от США будет больше возможностей противовоздушной обороны, сообщил представитель Пентагона. А издание «Политика» пишет, что США могут дать Украине новое оружие из-за возможной угрозы повторного наступления РФ. Кроме отправки «Патриот», возможны поставки боеприпасов для прямой наводки. Они позволяют превращать неуправляемые в умные авиабомбы, а также средства для ударов по целям на дальние расстояния. ЗРК «Самп-Ти», известные как «Мамба», вскоре могут появиться в Украине. По данным СМИ, Париж и Рим приняли заявку Украины на поставку этой системы ПВО. «Самп-Ти» — современная противоракетная система средней дальности, которая находится на вооружении Франции и Италии. По ряду характеристик «Мамба» превосходит американский «Патриот». Ракет вдвое больше. А еще системы могут вести огонь по целям в любых направлениях. «Укроборонпром» создал уникальный дрон «Камикадзе» с дальностью полета около тысячи километров и весом всего 75 килограммов. Он похож на иранский «Шахет», но с важным улучшением. «Украинский БПЛА сможет атаковать цели несколько раз», — заявили в «Укроборонпроме». Американская компания «Брикмания», которая делает модели для бренда «Лего», собрала 220 тысяч долларов на помощь Украине для медиков и других героев передовой. Там сделали маленькие фигурки украинских солдат, военной техники и легендарного грузового самолета Ан-225 «Мрия», который российские военные разрушили во время обстрела в Гастомеле в самом начале войны. Это главные новости с фронта за неделю. Подпишись на канал, поставь лайки и комментарии под этим видео. Мы ценим обратную связь.